Нет, она бабушка, потом, когда забрали его, они уже здесь жили, она пошла в военкомат. А ей сказали, уходи и ничего не проси, никаких заявлений, Бог есть, все поможет. И когда ей единственное сказали, что их будут отправлять этапом в вагонах, вот такого числа, в такое-то время. И бабушка пошла в железнодорожный вокзал, но она говорит, я его так и не увидела, там было все отцеплено. С собаки, все это, с собаки стояли, я его не увидела. А потом, вот как бабушка нам говорила, что прислали весточку, их посадили в вагон и отправили. И гнали их куда, я не знаю, куда их там, на поселение гнали. И на одной из станций он умер, он заболел дизентерией и умер. Но это данные военкомата, он умер. А вот этот Тимофей, он все время ее преследовал. Вот где они жили, там и жили. Вот они маму потом вот сюда, после войны, вселили в этот дом. Это же тоже вселенный дом. Что значит вселили в этот дом? Понимаете как? В этот именно? Отец, он после войны у меня еще был на оккупированной территории в Австрии. Так, отец еще раз. Это мой Сергей Александрович. Сергей Александрович Сатырин. Да, Сатырин. Он был на оккупированной территории, он был несколько лет там. Потом все, их дембилизовали из Австрии, и он приехал сюда, в наш СССР, в Тамбов. Насколько у него тут родители были, и все. А жилья-то не было. И вселяли, ну как вот, конфисковывали дома за что-то. Вот у нас три дома, вот 23-й наш, 23А, 23Б. Он принадлежал одной женщине. А она, ну декларацию не подала она, на что она это все построила. И ее забрали, осудили, отобрали. И вот вселили, вот весь, весь дом, весь дом, вот вселили этого отца. Они сколько лет жили. Потом, значит, вселяют, ставят вот здесь стену, вот эту вот стену, и вселяют другую семью. И им предлагают, либо ждите квартиры, неизвестно сколько, либо выкупайте. Ну, отец думал, думал, давай выкупайте. Хотя мама была категорически против, что давай лучше квартиру дождемся. Ну, вот они выкупили этот дом. А вот этот Тимофей, он поселился вот там, 12-й дом, если напротив. Он поселился. 12-й дом где? Это на той стороне. И так вот они там тоже умерли. Тоже нечетный, там четный. Подожди, подожди, а она же была на Студенецкой. Как она, как он? Нет, бабушка с тетра и так они остались на Студенецкой. Они остались. А сам вот этот, кто донос писал, он на нашей же улице поселился. Бабушка очень часто к нам приходила. Он купил дом напротив, вот фактически напротив. А, она часто приходила? Она часто приходила. По линии. Да, ходьбы тут 10 минут. Но она с ней больше не общалась? Нет, нет. Нет, не общалась. Она сразу, мне кажется, догадалась, что это он сделал. То есть он сделал почему? Потому что ревность это была? Ну, какая-то ревность была. Или я даже не знаю, конфликт, может быть, между ними был. Это уже бабушка нам не говорила этого. А вы этого Тимофея помните внешне? Конечно. Она, это моя лучшая подруга. Дедушка моей лучшей подруги. И она история еще даже сейчас продолжается. Она, значит, моя подружка вот эта, она заболела. А, деды эти умерли, и жена у него умерла, и сам Тимофей этот умер. Их похоронили на Петропавловском кладбище. Ну, где мы были? Да. Дед похоронен. Ну, бабушка я не знаю. Дед я знаю, где похоронен. А далеко от бабушки? Ты знаешь, я вот у бабушки, как у меня мужа, парализовала, я ни разу не была грешна. Вот грешна, правда. Я без гена уже ничего не найду. Татаринцевы, это кто? Татаринцевы? Я тебе сейчас скажу, кто татаринцев. Это по бабушкиной линии. По бабушке, да? Да, да, да. Это Устюша, которая? Да, Устюша. Вот я ей показываю фотографию. Кто это такие татаринцев? Ну, понимаешь, у них, по-моему, родственные связи между бабушкой и вот этой... Саша, покажи это. Сейчас, сейчас. Татаринцев.